здравствуйте продвинутые тренеры покемонов это очередной гайд по игре pokemon go и сегодня я вам расскажу о всех секретах и тонкостях поиска милых но опасных зверушек а также мы поговорим о легендарных и о редких покемонах ну что ты готов поймать самого крутого покемона тогда начинаем вот всеми знакомое основное окно игры именно тут в правом нижнем углу находится функция поиска покемонов покерадар он показывает трех покемонов которые находятся к вам ближе всего давайте посмотрим на эту функцию более пристальнее тапнув по этой области на экране у нас открывается окно в котором находятся все покемоны которые рядом с вами условно их можно разбить на два типа те которые под надписью нерви то есть найденный радаром и те которые прячутся в кустах и находятся дальше остальных их список находится под надписью сайфинг кроме того есть еще покемончики которые не указываются на радаре совсем поэтому не удивляйтесь тому что на пути к зверьку перед вами может появиться какой-нибудь нежданный покемончик покемоны в этом списке расположены не хаотично самый дальний от вас находится в правом нижнем углу самый ближний верхнем левом давайте выберем того кого нам хотелось бы поймать если на его иконке нет травы то это хорошо нажимаем на него и нам показывается покисток рядом с которым этот покемон находится если иконка этого зверька в кустах то нам сначала нужно подойти к нему поближе чтобы определить точное место положения после того как вы топните по нужному покемону и нажмете view круг у его иконки сменит цвет синего на красный на карте вам покажут покисток который находится ближе всего к этому покемончику он будет отмечен иконкой со следами добравшись до этого покистопа вы с легкостью сможете обнаружить там покемона вот и все как видишь тут нет ничего сложного и теперь ты знаешь как поймать любого покемона который прячется неподалеку теперь поговорим о всеми любимом покемоне пикачу как его поймать и где его найти получить его вы можете в самом начале игры перейдите по ссылке чтобы узнать как это сделать пикачу не входит в число редких покемонов но найти его не так-то легко он встречается в местах где нет воды в промзонах или вблизи учебных заведений за 20 уровней я поймал только 4 пикачу намного сложнее обстоят дела с редкими покемонами их найти очень сложно вот мой топ-10 самых редких покемонов в игре конечно вот из них можно приобрести эволюционировав предыдущими но большее удовольствие доставляет поимков уже более мощного покемона сложность поиска таких покемонов заключается в том что они появляются хаотично в разных местах и при определенных условиях например из этого списка я поймал только венузавра ходят слухи что поймать его можно только днем там где много растительности в одном из таких мест я его и нашел ставь лайк если тоже словил какого-то редкого и крутого покемона и делись комментариях своими трофеями ну а я двигаюсь дальше чтобы упростить себе задачу поиска таких зверушек существует два сервиса они не являются читерскими игроки сами отмечают места на которых видели редких покемонов это своего рода база знаний скорее всего именно на одном из таких мест снова появится нужный вам покемончик называются эти сервисы покеклю и покеродор ссылки на эти сервисы находятся в описании кроме редких покемонов есть еще и легендарные как их найти пока неизвестно но судя по видео трейлеру игры это будет какое-то масштабное событие к легендарным покемонам относится трио птиц изображенных на эмблемах команд это заптас артикуна и молд раз а также парочка самых сильных покемонов в игре you и youtube кроме них есть еще один уникальный покемон который может превращаться в других и наследовать их способности это покемон дита и это все что я вам хотел рассказать с вас лайк и подписка с меня новые видео покемонах и не только это был канал шара games до новых встреч пока